Исокогорская детская библиотека предлагает вниманию читателей книгу Ильи Кочергина «Вся правда про мусор». Что происходит с мусором после того, как мы его выбросили? Почему ученые считают мусор одной из самых серьезных проблем нашей планеты? Зачем его изучают археологи? Эта книга расскажет много удивительного о том, что мы каждый день просто выбрасываем на помойку и подскажет, как каждый из нас может сделать свою планету чище. Каждый из нас хорошо знает, что такое мусор. Мусор – это самое ненужное во всем доме. Люди спешат избавиться от него как можно быстрее, и это правильно, ведь мусор, грязь и беспорядок имеют свойство очень быстро накапливаться. Поэтому мы должны следить, чтобы они не мешали нам, должны поддерживать чистоту. Однако для некоторых ученых мусор – это объект весьма интересных исследований. Существует даже специальная наука – горбология, от английского слова garbage – мусор, которое занимается именно мусором. Древний мусор тщательно изучают археологи, чтобы лучше узнать, как жили наши предки. Современный мусор образует целые острова в морях, и им интересуются океанологи. К тому же вместе со спутниками он летает в околоземном пространстве, и им интересуются те, кто занимается космонавтикой. Им интересуются медики и агрономы, строители и художники. Современный мусор исследуют, чтобы понять, как лучше его хранить и перерабатывать, как сделать, чтобы он не мешал нам жить в городах и любоваться пейзажами, как добиться того, чтобы от него не страдали люди и животные. Древний мусор Самые древние человеческие помойки – это кучи раковин моллюсков, которыми частенько питались первобытные люди, жившие на морских побережьях. Их находят на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. Эти ракушечные кучи прекрасно консервируют и сохраняют все, что было выброшено в те времена – кости съедобных рыб и животных, обломки орудий труда и украшений. Любой археолог покопается в такой помойке с большим удовольствием. Например, обглоданные кости из помойки первобытных людей помогли узнать, чем питались жители Крыма 33-38 тысяч лет назад. Выяснилось, что мамонтами, оленями, лошадьми, сайгаками и зайцами. А исследуя остатки разбитой посуды, археологи сделали вывод, что дикий картофель ели в Северной Америке уже 10 тысяч лет назад. Что в каменном веке на территории современной Италии уже готовили овсянку. Что древние жители Балканского полуострова в то время разнообразили свое меню слонятиной. На острове Крит, известным своим лабиринтом Минотавра, люди устроили первые организованные свалки, начав избавляться от мусора тем способом, который дожил и до наших дней. Мусор сваливали в ямы и пересыпали слоями земли. Сейчас у нас такие свалки называются полигонами твердых бытовых отходов. В России их больше тысячи, хотя, конечно, они устроены сложнее, чем на древнем Крите. Например, теперь из захороненного мусора отводят образующийся в нем горючий газ, чтобы не возник пожар, и очищают вытекающие из свалки воды. Однако, вернемся к древнему мусору. Из него состоит, например, огромный холм Монте-Тестачио в Риме, высотой с десятиэтажный дом и площадью, как три футбольных поля. После падения Древнего Рима холм этот зарос травой. В середине века там устраивали рыцарские турниры, а сейчас стоят жилые дома. Холм состоит из черепков 53 миллионов разбитых длиняных амфор, в которых в город привозили оливковое масло. После использования амфоры из-под масла не хранили, потому что они начинали издавать неприятный запах, а отправляли на помойку. По надписям на этих черепках историки узнавали, что масло пребывало большей частью из Испании, иногда из Африки. На амфорах ставили свои печати лепившие их мастера. На боках сосудов черной или красной тушью делали пометки чиновники, принимавшие товар. Указывали его вес и назначение привезенного масла для горожан или для армии. Так, благодаря всего одной помойке, ученые узнали множество интересных подробностей о римском быте того времени. Свалки соседствовали с поселениями человека и в Средневековье. К примеру, в начале 15 века горы мусора за стенами Парижа по высоте равнялись с городскими воротами. А помои часто выливались из окон прямо на улице. Известно, что один французский студент, случайно выливший ночью свой горшок на голову гулявшему по улице королю Людвику XI, получил от этого монарха именную стипендию за то, что не спал в столь пользное время, а старательно учился. А вот в Риме такой способ избавляться от мусора осуждался. Там до сих пор на некоторых домах сохранились с XVIII века таблички, угрожающие денежными штрафами и телесными наказаниями тем, кто выбрасывает мусор на улице. При археологических раскопках в Великом Новгороде найдено больше тысячи берестяных грамот XI-XV веков. Это были записки и письма на березовой коре, бересте, которые за ненадобностью выбрасывали после прочтения. Из этого мусора ученые узнали много интересного о том, как был устроен язык Древней Руси, как жили люди в средневековом Новгороде. 12 найденных берестяных грамот написаны в середине XIII века «Мальчиком Анфимом». По словам ученых, Анфиму было шесть или семь лет. Он к тому времени уже хорошо умел писать на дощечках, покрытых воском, и переходил к писанию на бересте. Ведь это было труднее и требовало особенных навыков. Несколько раз он записывает всю азбуку, пишет слоги и целые предложения. На некоторых кусочках бересты Анфим, мечтающий, наверное, стать бойном, процарапывает изображение боя в садниках, в шлемах и плащах, летящие стрелы самого себя на коне. На одном рисунке им изображен сказочный зверь и под ним подпись «Я зверь». Вот такие удивительные открытия совершаются археологами благодаря свалкам. Еще каких-нибудь сто лет назад большая часть отходов была из натуральных материалов – дерева, кожи, шерстяных и хлопковых тканей. Все это легко перегнивало и становилось землей. А сейчас многие вещи делаются из пластика, удобного прочного материала. Настолько прочного, что для того, чтобы, например, бесследно исчез выброшенный памперс, нужно от 250 до 500 лет. Это, возможно, хорошо для будущих археологов, но для нас с вами плохо. Если мусор так долго разлагается, вдруг для него скоро не хватит места. Мусорные острова Сингапур – одно из самых чистых государств мира. За выброшенную на улице бумажку или окурок его жителям грозит огромный штраф. Эта расположенная на океанических островах страна очень маленькая, в три раза меньше Москвы, а количество жителей каждый год увеличивается. Для мусора в Сингапуре уже давно нет места, поэтому сингапурская свалка – это растущий в море новый остров Симакао. Сингапурский мусор сначала сжигается на специальных заводах. Оставшуюся залу упаковывают в контейнеры, чтобы ее не размыло водой. Отвозят в кораблях на этот остров и опускают в море. И Симакао становится все больше и больше. Тут растут деревья, живут птицы. Сингапурцы ездят туда на экскурсии и на рыбалку. Когда остров достаточно разрастется, на нем можно будет жить. Мусорные острова выросли и в Японии. Один из них находится в японской столице Токио. В этом месте любят гулять влюбленные. На нем расположено самое высокое в мире колесо обозрения. На подобных мусорных фундаментах построены в Японии международные аэропорты, парки, стадионы и музеи. Но, к сожалению, есть в мире и другие острова из мусора. Так, в конце прошлого века молодой американец Чарльз Мур, сын очень богатого бизнесмена, решил опробовать на каникулах свою новую яхту и отправился на ней к Гавайским островам. Его путь пролегал в том районе Тихого океана, куда редко заходят корабли. И вместо приятной прогулки яхтсмен неожиданно оказался на морской свалке. Так был открыт мусорный остров в Тихом океане, который образовался сам по себе. Морские течения приносят сюда все, что человек выбрасывает в море или в реки. Этот остров еще называют восточным мусорным континентом или Тихоокеанским мусороворотом. Поэтому острову нельзя гулять, устраивать там парки или международные аэропорты. Это просто огромное количество пластиковых бутылок, окурков, пакетов, памперсов, трубочек для коктейлей, старых игрушек, рыболовных сетей, упаковки из-под еды и прочих выброшенных человеком отходов, плавающих в верхних слоях воды и потихоньку опускающихся в глубину. Пластик от действия солнечных лучей постепенно крошится на кусочки, которые напоминают маленьких морских существ. Планктон. Рыбы и киты по ошибке заглатывают пластик вместо планктона. Морские птицы тоже съедают куски мусора, которые принимают за рыбу и кормят им своих птенцов. Многие из них погибают от голода, ведь птицы не могут переваривать пластик, которым забивают свои животы. В старых рыболовных сетях запутываются черепахи, дельфины и тюлени. Из-за того, что остров не имеет берегов и ясновидимых границ, очень трудно определить его величину. Исследователи по-разному оценивают его площадь от размера трех Франций до размера России. По предположениям ученых, в этой самой большой в мире помойке находится не менее 100 миллионов тонн отходов. И точнее сказать невозможно, ведь более половины мусора опускается на дно. Каждый год этот остров увеличивается, а что с ним делать, пока никто не знает. Его уборка требует огромных расходов, и ни одна страна не хочет выделять такие большие деньги, ведь мусор плавает на ничейном участке океана. Яхта Чарльз-Замура шла среди мусора целую неделю. Увиденное так поразило молодого человека, что после возвращения домой он продал принадлежащие ему акции и на вырученные деньги основал организацию, которая изучает загрязнение океана. Космический мусор Кроме космических объектов, таких как Луна или метеориты на околоземной орбите встречается и космический мусор. Это то, что попало в космос после запуска искусственных спутников и орбитальных станций. Куски отработанных топливных ступеней ракет сами спутники, которые уже отслужили свой срок, но продолжают вращаться вокруг Земли. Их насчитывается около двух тысяч, а также обычный мусор, выброшенный космонавтами. В основном это совсем крохотные космические тела, но ведь они летят по своей орбите с огромной скоростью. Встречи с ними очень опасны для космических аппаратов. Кусочек размером с муравья способен нанести серьезные повреждения. Первое столкновение с мусором произошло в 1983 году, когда песчинка размером меньше булавочной головки ударилась в иллюминатор американского многоразового корабля Шаттл и оставила на нем заметную трещину. С того времени на иллюминаторах этих кораблей появилось уже более 170 выбоин и царапин. А 70 иллюминаторов пришлось сменить. В 1996 году французский спутник столкнулся с кусочком третьей ступени французской ракеты. В 2006 российский спутник Экспресс потерял управление и вышел из строя после столкновения с космическим мусором. А еще через три года два спутника врезались друг в друга. Американский рабочий спутник Иридиум и наш военный спутник, который отслужил свой срок, был заброшен и превратился в мусор. В результате таких аварий получается еще больше космического мусора. Ведь образовавшиеся обломки сталкиваются с другими обломками и спутниками. Разлетаются от удара на части и их количество стремительно увеличивается. Это явление назвали синдромом Кеслера по имени ученого, который первым обратил внимание на эту проблему. Сильное замусоривание может привести к тому, что освоение космоса станет невозможным, поскольку вокруг Земли вырастет свалка, через которую не пробиться никаким летательным аппаратом. Упавший космический мусор иногда можно увидеть и на Земле. Например, в России над республикой Коми отработавшие топливные ступени отваливаются от ракет, запущенных на космодроме Плесецк. А на Горном Алтае трасса запуска ракет с космодрома Байконур проходит прямо над природным заповедником. Еще совсем недавно здесь валялись упавшие сверху огромные бочки из-под ракетного топлива, пока их, наконец, не собрали и не вывезли на вертолетах. Это топливо гептил очень ядовито. Так что получается, что космический мусор отравляет даже ту территорию, где человек старается не мешать дикой природе и животным. После того, как мы его выбросили. Чаще всего выброшенный мусор отправляется на полигон твердых бытовых отходов, чтобы лежать там много лет и постепенно перегнивать. Он также может отправиться на мусоросжигающий завод, которых в нашей стране не так много. Эта технология довольно дорогая, а кроме того, и не очень безопасная. Ведь при сжигании мусора в воздух выбрасывается много вредных веществ. Лучше всего, если отходы отправляются на заводы, где сначала вручную, а потом с помощью сложных машин мусор сортируют отдельно бумагу, отдельно металл, стекло, пластик, остатки еды. Проблема мусора стоит сейчас перед человечеством очень остро. Поэтому неудивительно, что люди ломают головы, как бы его лучше использовать. Ведь из мусора можно делать не только острова, но и другие полезные вещи. Из старых газет, журналов и другой бумаги получаются новые газеты и журналы, бумажная упаковка, картон. Переработка бумаги помогает сохранять леса, ведь бумагу делают из древесины. На туалетной бумаге часто можно увидеть надпись «Состав вторичное волокно». Это значит, что она сделана не из пиленных деревьев, а из макулатуры. Из трех пакетов тетропак из-под молока или сока получаются две шариковые ручки. Из 26 двухлитровых пластиковых бутылок свитер. Из 200 рама велосипеда, а из 670 алюминиевых банок из-под газировки или пива целый велосипед. Из стеклянных бутылок изготавливают новые бутылки или минеральную вату для утепления строящихся домов. Стекло можно перерабатывать в новые бутылки и банки много раз. Из старого пластика пытаются даже производить топливо. Пищевые отходы можно использовать в качестве удобрения для полей. Из них можно готовить почву, с помощью которой в засушливых местах земли борются с наступлением пустынь. Использовать мусор повторно звучит заманчиво, не правда ли? Но на практике поступивший на полигон мусор рассортировать очень сложно. Например, железо научились вытягивать из мусора огромными магнитами. Но как отделить стеклянные осколки от объекта? Опыт показывает, что вторичная использование мусора возможно, только если мы сами сортируем наш мусор перед тем, как выбросить. Стеклянные бутылки отдельно, пластиковые отдельно, бумагу в один мешок, упаковку тетропак в другой. И, конечно же, нельзя выбрасывать в помойку севшие батарейки, так как в них содержится много вредных веществ. Одна батарейка может сделать ядовитыми 400 литров воды. А если ее, например, выбросить в лес, то будет отравлен участок, на котором обитают три дерева, два крота, ежик, несколько сотен дождевых червей и еще много разных живых организмов. Опасными видами мусора являются также ртутные градусники и энергосберегающие лампы. Жители стран, где такая сортировка мусора уже налажена, имеют дома не одно единственное мусорное ведро, а несколько. Выбрасывают они их в разные контейнеры во дворе. Так мусор попадает на завод уже рассортированным и приносит много пользы, а не вред. Например, в Швеции и в Японии почти половину мусора удается использовать снова. У нас пока что всего лишь 2-3%. Мусор и художники Обычно мусор стараются убрать и побыстрее выбросить. Но некоторые люди собирают его, пытаются разглядеть в нем прекрасное или рассказать нам с помощью мусора что-то важное. Эти люди современные художники, работающие в стиле трэш-арт или джанк-арт. Трэш в переводе с английского означает мусор. Джанк-отходы арт-искусство. Для создания произведений современного искусства в ход идут строительные отходы, старые газеты, раздавленные банки из-под пива, ржавые гайки, болты и дверные петли, мусор выброшенный морем на пляж и вышедшие из употребления вещи. Из всего этого получаются картины скульптуры, аппликации, коллажи. Все, что угодно может стать арт-объектом. Например, муж и жена Тим Нобль и Сью Уэбстер собирают из разнообразного хлама инсталляции, которые, если направить на них луч света, превращаются в удивительные картины на стенах. Мусора в мире производится каждый год больше, чем зерна и металла. Он является заметной частью деятельности человека и поэтому вдохновляет многих современных художников на то, чтобы использовать его в творческой работе. А музеи и выставочные галереи охотно выставляют лучшие работы таких мастеров. Иногда с произведениями искусства, созданными из мусора, происходят самые забавные истории. В 2001 году в Лондонской художественной галерее работу известного художника Дэмьена Хёрста, сделанную из окурков, мятых газет и пустых пивных банок уборщица по незнанию отправила в мусорное ведро. Она не догадалась, что перед ней творение мастера. Так случалось не раз. На помойку в итальянской галерее отправились кусочки печенья, разбросанные на полу и кусочки картона. Стоимость работы составляла 10 тысяч евро. А в Германии уборщики очистили галерею от произведения искусства, оцененного в 800 тысяч евро. Работая с таким материалом, творческие люди хотят обратить наше внимание на то, что мы засоряем наш прекрасный мир. Мы берем у земли ее богатство, рубим леса, добываем нефть, газ и металлические руды, ловим в морях рыбу и распахиваем поля, а возвращаем земле только мусор. Художники выступают против того, что многие фирмы выпускают одежду, компьютеры, телефоны, холодильники, мебель, автомобили и другие товары с запланированным устареванием. Подобные вещи сделаны так, чтобы они служили недолго, а чинить их было дороже, чем купить новые. Это выгодно тем, кто производит товары, но вредно для нашей планеты и населяющих ее живых существ. Мусор в наследство Что смогут узнать о нас археологи далекого будущего? Они, пожалуй, удивятся, как много мусора мы им оставили. Возможно, они не поймут нас, почему нам так нравилось покупать не очень нужные новые вещи? Почему так любили яркую упаковку, которую сразу выбрасывали? Зачем так часто пользовались одноразовыми вещами, сделанными из пластика, например, полиэтиленовыми пакетами, влажными салфетками, пластиковой посудой? Почему выкидывали так много еды? В год каждый человек выбрасывает почти 500 килограммов мусора. По весу это примерно как большая корова. Но каждый из нас может проделать множество несложных действий, чтобы уменьшить свой мусор. Например, не брать пластиковые пакеты в магазине, а приходить туда со своей сумкой. Завести одну бутылку, чтобы использовать ее вместо десятков одноразовых стаканчиков. Каждый из нас может начать сортировать свой мусор уже сейчас. Мы можем найти в своем городе пункты приема использованных батареек, а главное, мы можем меньше выбрасывать. Для этого надо всего лишь покупать меньше новых вещей. Это отличный способ не только сэкономить деньги, но и сберечь нашу планету от превращения в огромный мусорный полигон. ПОЕТ 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 ПОЕТ